На Донбассе сегодня погиб украинский боец. Он попал под огонь снайпера в районе Марьинки, сообщили в штабе о том. Армейцам все чаще приходится сдерживать врага, стреляя в ответ. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. На позициях украинской пехоты за Авдеевкой железное правило передвигаться только по траншеям. Армейц с позывным «Кавказ» демонстрирует, из-за тишины и густых зарослей возникает обманчивое впечатление, что враг далеко. Вчера вот это попало. Прямой наводки из крупнокалиберного бьет именно снайперы работают. Поэтому здесь нежелательно так открыто ходить. Вот это они прострели дело сейчас тоже. За позициями и действиями противника военные могут наблюдать только вот из-за таких стен, которые как щит защищают от пуль боевиков и используют вот такую трубку разведчика. Издалека от дороги они стреляют, там танки под мостом, если это мы знаем. Они стреляют минометами, 82-й, позавчера было 120-ми. Они стреляли по позициям, по деревням, в основном по Авдеевке. Или, ну, приходов было больше 10. Боевиков приходится держать под постоянным зрительным контролем. Минут 10-15 выходим и просматриваем, чтобы они ни в коем случае сюда не шли. Почему тихо так разговариваем здесь? Да, ну, потому что они тут недалеко. Они, я же говорю, что метров 50. Стреляют, чтобы помешать нам укрепляться, объясняет командир пехотинцев. Не даёт нам лучше окупаться, чтобы несколько снарядов влучали в старую часть места Авдеевка. Працуют они из своих позиций, которые есть. Это біля Сенуати, біля Яковлевки. Также они используют кучучий миномет, то есть позиции они часто изменяют. Сергей хозяин дома, куда прилетела одна из вражеских мин. Разорвалась, попав в покосившийся бетонный забор. Повезло, говорит Сергей, иначе бы снесло угол дома. Его и маму уберегли родные стены. Стоял на кухне, колотил кофе. Только хлоп, и всё, и пыль получается. Здесь дым, пыль. Все в шоке. Там у соседа, получается, в висок попал осколок. Соседям повезло меньшее. Работали в огороде. Не успели укрыться. Тишина была. Ни свиста, ничего не слышно было. Братьев с осколочными ранениями отвезли в больницу. Люди благодарны медикам, прежде всего, за то, что не испугались ехать в зону обстрела. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер.